Киев вокзал. Макдональд. Поезд Киев-Лисичанск. Едем на Старобельск. Приехали на поезде Киев-Сватово. Срочно скачем. Старобельск, автобус Харьков-Луганск. Автостанция. На блокпостах останавливали. Проверяли документы у мужчин. По мобильным телефонам на блокпостах разговаривать нельзя, на камеру снимать нельзя. Особенности по дороге. Очень много флагов украинских. Все, что было раньше выкрашено в любой другой цвет. Сейчас все желто-облакытно. В автобусе ехали вместе с военными. Военные разговаривали на русском языке. Те, которые... Военные были, вероятнее всего, в Запорожье. Разговаривали на русском языке. По языку вообще интересное наблюдение. В каждом регионе свой диалект. В Полтаве я никак не могу приспособиться разговаривать на полтавском диалекте. Другой. Не такой, как даже в Киеве. Хотя Киев рядом. Полтавская область. Всего мы были 150 километров от Киева. Язык отличается. Да. Старобельск. Районная администрация. Транспорта велосипеда. Ну, да. Дорогу сделали. Интересную. Парады. Памятник Махно. Да. Махно был в этих краях. И где-то в подземных ходах до сих пор ищет его клад. Киса Воробьянинов. Ильф и Петров тоже бывали здесь. Гигант мысли, отец русской демократии. Парк Старобельский. Сейчас посмотрим, что там на месте бывшего памятника Ленина. Раньше, как и везде, во всех городах. Где-то тут. А, да-да-да, вижу. Был памятник Ленина в самых топовых местах. Теперь здесь никакого памятника Ленина нет. Но что-то там на его месте жовто-блокытное маячит. Вот. Сейчас мы узнаем, что это такое. Жовто-блокытный камень. Вот такой уж точно жовто-блокытный камень, как я в бухте Ласпи вот недавно снимала. Там тоже камень так уж точно раскрашен. Да, только не было таблички. Жовно только без таблички, да. Вот табличку в бухте. На 22 сичня 15-го року. Место Старобильск. Память загиблым за соборность и незалежность Украины. Вот на месте памятника Ленина. Стелла, посвященная погибшим в войне осталась. Здесь обелиск. Фонтан работает. Каменный цветок. Дети мелками рисуют. Какой-то конкурс, наверное. Денис. Дети мелокируют. Здесь есть легкие. Денис. Здесь мальчик. Белокартный камень. Здесь хлопну. Сделай штук. Оттуда. Их. Это мягко. А это конкурс здесь какой-то, да? Или вот детки рисуют? Или сами по себе? Это детская деревня, благотворительное общество. У нас есть эта психологическая тренинговая группа. Вот у нас детки, мы занимаемся с ними, детки, мы отречаем разные психологического плана вопросы. Друзья, сегодня у нас было мероприятие с вопросом жизнедеятельности, психологии, астерактивности. Татьяна, а можно подождать? Интересно. Конечно, конечно. Можно, да, снимать? А то снимают так. Еще же. Ну давайте уже подождем. Да, красиво, фонтан. А ну-ка, знаменитому мастеру оставили шесть пальцев или переделали на пять? А, по-моему, шесть таки осталось. Да, шесть пальцев. Вот мастер такой, почти инопланетянин. Это парк. Люди отдыхают. Да, а вон какой водоемчик красивый. Ну да. Ой, как красиво прямо. Оформили. Надо же. Несколько лет не была в этом городе. Все изменилось. И в лучшую сторону. Несмотря на все происходящее. Вот мостик сделали специально для замочков. Это влюбленные цепляют. Не информативное окно, а информационное окно. Хай не брешут, что русский язык притесняют. У нас даже информационное окно вполне на русском языке написано. Идем, идем. Звонить будем. Все аттракционы. Самое интересное. Проходим. Самое интересное. Зашла к Лизе. Своей подруге. Она занимается исследованием темы народного творчества слабожанщины. И сделала очень интересное кафе. Здесь продают разные вкусности. Проводят мастер-классы. Вот. Кабинет даже для мастер-классов есть. Выставка народного творчества. Книги. Можно брать, читать. Магазин. Магазин. Одежда старинная. Все натуральное. Натуральные материалы. Вышивка настоящая. Вещи эксклюзивные. Долгие годы я была свидетелем, как она собирала эту коллекцию. Организовывала свое дело интересное. И вот на данный момент это вылилось такое интересное предприятие. А вот эти вот украшения из кожи даже мы с ней когда-то крутили. Молодец. Все очень красиво, очень интересно. Ее супруг во всем ее поддерживает. Помогает ей все это дело продвигать. Арт-кафе. Сейчас ездит, путешествует по всей стране. Собирает интересные эксклюзивные вещи. Произведительное виды творчества прикладного. А вот эти вот куклы интересные, они изначально лепились. Как бы моделью для них служили люди. И сделаны почти в натуральную величину. Лиза их сама делала. И дело в том, что... Да, 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 да. Это работа в нашей теле. Видите, тут тоже... Там тут больше типа... Ух ты ж, а там новенькая. Там не совпадает. То есть, не 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 то есть. Утро в деревне. Цветочки цветут. Можжевельник растет. И это не Крым. Это Луганская область. Персики зреют. Розы уже отцвели. Нет, еще не отцвели. Еще немножко роз есть. Яблони. Груши. Такие яблоки. Прямо яблоня клонится где-нибудь. А лыча крупная. Сливы. Не Крым, но лаванда здесь и есть. Вот кустик лаванды. Рыжик под деревом спит. А вот как. Какой виноград. Не хуже, чем в Крыму. Крупный. И еще персики. Персики. Кур. Их-ми-хав. Козак миском. Пит, топ и тон. Камин треснуть. Да раз. Два. Пит, коп и тон. Камин треснуть. Бельска на Сватово, проезжаем из зоны АТО на Сватово, дальше садимся на поезд, едем на Киев, проезжаем сейчас реку Айтар, мост Гуровский, блокпост, и все-таки чувствуется, что рядом линия фронта, едет военные, военные мужчины, Нижин, продолжаем путешествовать по Украине, приехали на вот этом поезде Лисичанск-Киев, встали в станцию Нижин, дальше будем двигаться в сторону Пирятина, Нижин рынок, мороженое тут по 3 гривны, сухари купила, здоровье, 7,50 И табак, и кофе рассыпной, здесь есть все Цены значительно ниже, чем в Крыму Опять о языковом вопросе, здесь смешана и русская речь, слышна и украинская, никаких конфликтов по этому поводу Прибыли на место дислокации в Пирятина, из зоны АТО, грушки, абрикоски, яблочки, в принципе там тоже самое, грушки, абрикоски, яблочки, особо ничем не отличается Ну, там почти не слышно никаких выстрелов, там иногда только тренируются военные А так, ничего там ожидаемо страшного мы не увидели Яблочки, висят красивые Вот он, Пирятина Обычная улица Все, что упало на улице, яблочки, грушки, все можно, или растет на улице, все можно есть Совершенно бесплатно, то есть даром Продолжение следует... Продолжение следует...